Я хочу вам сейчас рассказать, какие манипуляции нужно проделать с земляникой садовой или с клубникой, как вы ее называете, после сбора урожая. Почва истощилась, уплотнилась и ее нужно реанимировать. Поэтому землянику нужно подкормить. Прежде чем ее подкормить, я все желтенькие листики, которые были в основании кустов, удалила. Остался у меня последний, вот такой вот с пятнышками. Я его тоже удаляю. Любые пятнистости это грибковые заболевания, поэтому нужно обрабатывать землянику фунгицидом биологическим, либо для профилактики обрабатывать настоем конского щавеля. Но сейчас у меня листиков уже нет, я покажу вам, как можно бороться с уплотнением почвы. Смотрите, я беру вот такой вот нож и между кустиками уплотненную дернину просто вырезаю. Смотрите. Теперь это все поддеваю. Убираю. И на место дернины кладу перепревший конский навоз. Вот. Видите, из-за того, что удобрение я кладу не близко от корневой системы, навоз не будет обжигать земляничку, но питание будет обеспечивать хорошее. Особенно, когда корни пойдут вширь и этого местечка достигнут. Теперь желтое удобрение нам лучше засыпать землей. Вот такой обычный, садовый. И теперь самая главная фишка. Для того, чтобы земляника садовая прекрасно себя чувствовала до зимы и хорошо перезимовала, мне понадобится кора. Посмотрите, у меня есть вот такая вот кора. Она такая розовая, потому что это лиственница. И я ее между кустиками кладу слоем 5 сантиметров. Мульча из коры лиственницы имеет антисептические свойства, поэтому, когда на нее ложатся ягодки, они никогда не загнивают и всегда чистенькие. Летом от жары бережет корневую систему эта мульча, а зимою, конечно же, от холода. Конечно же, сорняки под таким большим слоем в 5 сантиметров не могут расти. Щедро просыпаю всю грядочку. Решила сыпать сразу из мешка. Ну, посмотрите, как красиво смотрятся свежие зелененькие листочки клубники на фоне розоватой коры. Ну, просто истинное удовольствие, а не грядочка. Ну, и теперь нашу красивую, удобренную грядочку нужно очень-очень сильно полить, для того, чтобы мульча стала влажной, чтобы сохраняла влагу. А это как раз земляник садовый и любит очень влажную и рыхлую почву. Поливаем. Под каждый кустик минимум ведро воды наливаем. Кстати, кора лиственницы хороша тем, что она практически не гниет. Поэтому эта красота у вас на грядочке будет надолго. Если и вы будете так, как я, ухаживать за своей земляникой садовой, она старится и вас отблагодарит огромным урожаем!